Всем привет! Сегодня мы будем наносить с вами вау-эффект. Вау-эффект ему... Вот в обед уже будет примерно лет 200 этому эффекту. Да, он очень старый, но почему-то до сих пор, вот что карта мира, да, испокон веков, 100-летней давности, что вот этот вау-эффект пользуется спросом, особенно вот в таких коричневых цветах. И давайте будем наносить. Первый слой у нас будет кварцевый грунт. Кварцевый грунт. В телеграмме, в комментариях, к сожалению, имя не помню, молодой человек писал, что у него не укрывает праймер, ну и, допустим, кварцгрунт, да, не укрывает. Вот посмотрите, яркий цвет какой, хорошо укрывает. Все дело в слоях. Когда вы заказываете у нас декоративную штукатурку, наши девочки, менеджеры, консультируют вас по всем вопросам, ну, во-первых, важно в состоянии ваших стен, что на стенах, какая шпаклевка, грунтовка, от этого все зависит. Какой товар вам лучше подойдет. Кому-то дешевый праймер подойдет, кому-то подороже, а кому-то вообще без праймера. Вот так. Ну и без кварцевого грунта, соответственно. Все индивидуально. Покрыли кварцгрунтом и оставляем сохнуть примерно на 4 часа. После высыхания кварцгрунта мы будем наносить мармари на кольче, но он у нас есть открытый, мы его заколировали вот так. Мармари на кольче. Пастообразная штукатурка на известковой основе. Не зернистая, не крупнозернистая. От того, что цвет очень яркий, ну такой насыщенный, жидковато получилось. Видите, колера много. Даже аппаратного колера бывает много, если вы хотите такой яркий цвет. Но яркий цвет смотрится красиво, и мы сделали его для вас, чтобы вам было видно. Наносим тонким достаточно слоем. Расход здесь будет примерно 1,2 кг, думаю я, на квадратный метр. Далее можно взять вот такую щетку, мы сделали эту щетку сами, вот такие тряпочки прикрутили, посмотрите. И вот такими вот просто небольшими круговыми движениями, вот так, мазню вот такую создадим. Оно на типа вьюшке что-то, да, только можно это кельмой делать, а можно чуть-чуть иначе. Вот мы сегодня сделаем чуть иначе. Продолжим нанесение. Если будет штукатурка светлого цвета, то можно сделать это объемнее, то есть она не будет стекать. Не нужно много колера. Вот так. И тоже закручиваем вот такую мазню, вот прям мазню. И даже не стесняемся этого. Это, наверное, самая легкая вьюшка в мире. Вау-эффект. Немножко ждем подсыхания, нам здесь нужно, чтобы чуть-чуть сохло. И снова закруживаем, соединяя, как любую другую декоративную штукатурку. Пока сырое. Прежде чем вернуться и доделывать, я уже наношу вот оставшуюся часть планшета, а она у нас примерно полтора квадрата. Ну, считайте, полтора-два квадрата, а может быть даже и три. Вы сделаете на стене, прежде чем вернуться, дорабатывать. Нанесла. Закружу остатки. Можно вот, у кого не получается вот так, можно прям барашками вот такими кружить. Так легче. Иногда спрашивают, как шелк делать? Вот так, восьмеркой, да? Не у всех получается. А вот барашки у всех. Вот такими барашками можно. Немножко подсохло. Мы видим, что поверхность, сбоку, если посмотрите, становится мотовее. То есть видно, что сырая, но уже такая не совсем блестящая. И мы чистой кельмой, рядом тряпочка, верхушки пориглаживаем. Приглаживаем, аккуратненько стараемся, насколько это возможно. Можно не спешить, если что, еще дождаться подсыхания. И также можно приглаживать повторно. То есть мы сейчас создадим образ. И чуть позже еще раз подойдем к нему. Доведем до ума, скажем так. Тут видите, в чем фишка? Где-то тоньше, и это надо успеть пригладить, потому что потом это трудно сделать. А где-то погуще. Поэтому можно приглаживать дважды. Чтобы не пропустить высыхание. Вот так. Знаете, получается, когда поймаешь именно тот момент, когда она достаточно подсохла, штукатурка, чтобы приглаживать, тогда кельма идет очень легко. Не надо бояться, что что-то сдерется, что что-то покоробится. То есть тихонечко вот так вот зажимаем верхушки. Главное дождаться именно того момента. Вот. Мне кажется, что уже симпатично встает. Почти что. Немножко подожду и повторно еще его приглажу чуть позже, минут 5. Ну что, подсохла еще раз подожмем, если надо или не надо, посмотрим. Вот прямо уплотнить посильнее. Вот так. Уплотнить то, что не доуплотнилось. Скажем так. И все. И оставим полностью сохнуть. Ну, скажем так, на сутки. И завершим наше нанесение. Вы не переключайтесь. Дождитесь итога. Мне кажется, он должен быть симпатичным. Все. Ждем полного высыхания. Ну и после полного высыхания, хотелось бы покрыть поверхушечком белым золотом лазурью перламутром. Лаком можно покрывать. Да, можно лаком покрывать. Мы этого делать не будем. Вы просто знаете, что лаком можно покрыть. И это даже будет хорошо. Это будет хорошо. Мы просто время ваше не будем давать и пратить на лак. Все знают, как покрыть лаком. Лазурь. Нужно тонко-тонко нанести поверхушечком. В чем проблема тонкого слоя? Если лазурь по верхам, то при тонком нанесении ее нанести труднее, потому что она попадает в глубину, а нам бы хотелось по верхушкам. Но вот насколько это возможно, я попробую сделать. Вот такую губочку я взяла. Целлюлозная губка. Немножко ее смочила. И вообще еле-еле касаясь. Прямо почти не касаясь. Надо тихонечко-тихонечко по верхам. Вот так. То есть этот рисунок, он такой ажурный получается. Он достаточно легкий в нанесении. В том числе своими руками. Единственное, что вот с лазурью, видите, аккуратненько надо быть. То есть чуть-чуть передавить и... Ой, беда-беда, угорчение будет. Ну вот и таким образом покрываем всю стену. Мне оно кажется красивым и в темном, и в светлом цвете. Ну такие вензелечки. Да, вот так. Вот так. И прямо много лайков я ожидаю. Не все же мрамор, камень. Пусть вензелечки тоже будут. Они же у нас... Куда денутся-то? Никуда. Вот так. Аккуратно, аккуратно. Так, что еще сказать? По лаку. Если вы будете покрывать лаком, то, по моему мнению, лучше это сделать до перламутра. Потому что лак в какой-то степени приглушает перламутры. А лазурь используйте к влажной уборке устойчивую. Ну, также вы, когда с девочками, с нашими, если будете подбирать материалы, вам подскажут, какую лучше взять, в чем их отличие. Потому что много разных. Всяких разных много. Лазурь тоже можно. Золото, серебро. Там голубые, фиолетовые. Всякие разные. Устойчивые и неустойчивые. Самое главное, не давить сильно. Слегка-слегка давим на поверхность штукатурки. Ну, сейчас, получается, покрыли. Смотрим снизу, сверху, сбоку. Нравится, не нравится. Добавить, если нужно, добавляйте. Но лучше с добавлением не торопиться. И можно добавить и завтра. Надо внимательно посмотреть. Главное, чтобы не было много. Ну, в принципе, все. Лайк, подписка. Обязательно телеграм-канал. Телеграм-канал. Мы стараемся его каким-то образом развивать. Ищем варианты диалога напрямую с нашими зрителями, с нашими подписчиками. Выкладываем там какие-то посты. Отвечаем на ваши комментарии. Быстрее, чем на ютюбе и на дзене. Поэтому подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok